Мирная банка Снова приветствую вас из Африки На горизонте Занзибар Не переключайтесь, будет интересно Сегодня в программе Чудо-остров, знакомый еще из сказок Чуковского Место, которое путеводители называют раем Занзибар Но нежиться на роскошных пляжах мы не будем Наша цель – знакомство с настоящей жизнью легендарного курорта Доберемся туда на африканской авиамаршрутке Обратите внимание, треснутое стекло заклеено скотчем А потом на дырявой морской маршрутке Отправимся на маленькие обитаемые острова в Индийском океане Где африканцы райской экзотики не замечают А просто в ней живут И даже проводят островные футбольные чемпионаты Обратите внимание, из чего сделали футбольный мяч, ребята Это мусорные пакеты Поговорим с человеком, который называет себя самым старым на планете Мне 175 лет Занзибарскому пенсионеру-рекордсмену, который, скорее всего, прибирает На острове верят, потому что он – известный колдун Который, как говорят, лечит, возвращает любовь, помогает обрести счастье и деньги И утверждает – способен на все Знаете, я могу за один день убрать этот остров с лица земли Не обойдем стороной и колоритную столицу Занзибара Одноименный город и его старую часть – Стоунтаун Увидим, где жил Фредди Меркьюри И узнаем, почему главный показатель статуса Занзибарца – входная дверь в дом Которая может быть, ну, просто фантастической Ох, это тяжеленное дверище Красавицы-мусульманки втайне от мужей проведут для нас мастер-класс Как из волокна кокоса сделать кровать и веревку Урок будет незабываемым, очень веселым Приятно? Кстати, на бедрах у занзибарских красавиц всегда портрет вот этого человека Которого очень многое связывает с Украиной Кто он? Об этом сегодня в программе Не переключайтесь Путь на Занзибар лежит через мегаполис Дар-эс-Салам Бизнес-столицу Танзании Откуда каждый день отправляется несколько паромов От двух до четырех часов пути От двадцати пяти до тридцати пяти долларов за билет И вы у цели Но есть и другой вариант Дорогие друзья, нас ждет мечта по имени Занзибар Туда ежедневно из Дар-эс-Салама летают десятки вот таких авиамаршруток Полетели Я думал, что мы покупаем какой-то билет на регулярный рейс А это, оказывается, наш чартер Самолет только для нас Билет в 70 долларов Таких самолетов-такси тут десятки Обычно ими пользуются люди Которые опоздали на паром Как и мы сегодня Тут нет никаких регистраций за два часа Посадочных талонов и прочих аэропортовых формальностей На подготовку ко взлету и погрузку вещей уходит не больше пяти минут Ну что, друзья, полетели! Воздушные такси в Танзании имеют свои Типично африканские особенности И особый подход к безопасности Обратите внимание Треснутое стекло заклеено скотчем Вот так вот сели, завели и полетели Он, похоже, будет лететь со скрытым окном Фух, страшно! Город остается позади И спустя всего пять минут полета Под нами уже тот самый Занзибар Архипелаг из десятков островов Мы летим к самому главному из них Собственно, Занзибару Ждать осталось недолго Полет над Индийским океаном На крохотном самолете С приоткрытыми окнами Да под легким сквозняком Ощущения ни с чем не сравнимые Своей красотой сказочный архипелаг Поражает уже с воздуха Проходит всего 18 минут после взлета И мы у цели Взлетно-посадочная Город Стоунтаун Прилетели Мы живем на Занзибаре В Калахаре и Сахаре На горе Фернандопо Здесь пуляет Дипопо Паширок и Олимпопо Но это все не важно Мы на Занзибаре Занзибар Архипелаг островов в Индийском океане Состоящий из двух больших И десятков маленьких Автономия Народная республика В составе Объединенной Республики Танзания Имеет свой флаг Парламент и даже президента Размерами Главный остров Который собственно и называют Занзибаром Всего 85 на 30 километров Объехать на машине Можно буквально за один день Островитяне Люди небогатые На машинах тут передвигаются Только туристы Да те, кто их обслуживает Народный транспорт иной А вот это, кстати Дала-дала Традиционная маршрутка На острове Занзибар Или попросту Переделанный в автобус грузовик Каждый имеет свой номер Индивидуальный транспорт Тоже заслуживает внимания На Занзибаре обожают Ездить на вот таких Маленьких велосипедах Причем даже взрослые люди Экзотика и позитив Тут за каждым поворотом Так и хочется Просто ехать и наблюдать За обычной жизнью острова Очень яркой Смотреть, как укутанные В хиджабы женщины Спешат на рынок Уличные художники Рисуют в тени пальм Кипит работа В маленьких столярных мастерских А подростки прыгают В волны Индийского океана Все это интересно Но начинать знакомство С Занзибаром Лучше все-таки традиционно Со столицы Главный город Занзибара Тоже называется Занзибар Его историческую часть Потертые и потускневшие От влаги фасады домов И бесконечные лабиринты Узких улиц Называют Стоунтаун Или каменный город Свой нынешний облик Этот город приобрел Еще в 19 веке Когда Занзибар Стал султанатом И его начали застраивать Каменными домами Свою лепту внесли И британские колонизаторы Сегодняшняя архитектура Стоунтауна Это сплетение Европейского Арабского Индийского И африканского Стилей И не только Здесь очень легко Заблудиться Чем-то атмосфера Стоунтауна Напоминает Старый Баку Где снималась Бриллиантовая рука Чьерд побери Одно из мест Туристического паломничества Дом Фаруха Булсара Нам он более известен Под другим именем А вот в этом здании Жил франкмен Группы Квин Сам Фредди Меркури Теперь тут музей Меркури родился На Занзибаре В британской семье Остров тогда был Еще колонией Лидер Квина Пожалуй Самый известный Занзибарец в мире А еще Занзибар знаменит Самой короткой В истории человечества Войной Произошло это В августе 1896 года Правитель Султаната Занзибар Решил сразиться С Британией Имея в армии 2800 солдат И один корабль С орудиями Чтобы выиграть Эту войну Англичанам Понадобилось Ровно 38 минут Это мировой рекорд Стоунтаун Консервативен Здесь следят за порядком И берегут традиции Что для мусульманской земли Естественно Все должно быть по законам Острова, страны, ислама Не так давно Активисты Занзибара Требовали от властимущих Запретить туристам Целоваться в публичных местах И ходить в откровенной одежде Самое главное Беречь атмосферу города Сохранять ее в том же виде Как и 100, 200 или 500 лет назад Например Даже в богатых домах города Вы не увидите Металлопластиковые окна И двери Покажи мне свою дверь И я скажу, кто ты Это поговорка явно Про Занзибар И занзибарцев Потому что главная визитка Жителей острова Именно входная дверь в дом Глядя на нее Можно рассказать о человеке все Рассказать о его привычках Положении в обществе И вкусе Ох, тяжеленная дверища И опасная Вот это, кстати, вовсе не элемент декора Когда-то Эти украшения придумали для того, чтобы отпугивать животных Чтобы они не портили двери Остро Каждая дверь на Занзибаре Произведение искусства Она неповторима Мой дом Моя крепость Моя дверь Моя гордость Дверь Всему голова Ну и так далее Частный дом Почта Полицейский участок Гостиница Кафе Куда бы ты ни пришел Дверь всегда на высоте Массивная Резная С изысканным арабским орнаментом Она не может А должна быть Лучше самого дома Шутят тут Дверь Это не то, на чем можно экономить А мужчина Который хочет подчеркнуть свой статус Отправится скорее не в автосалон за новым джипом А в гости к рейщику А вот и мастерская В которой делаются знаменитые Занзибарские двери Здравствуйте Добрый день Я слышал, что ты один из самых знаменитых мастеров На Занзибаре Который делает те самые двери Я всю жизнь этим занимаюсь Двери Моя жизнь Мистер Аль Камим Столяр потомственный Двери учился делать еще у отца с дедом И получается это у него настолько хорошо Что сегодня годовая выручка Этой небольшой мастерской Исчисляется сотнями тысяч долларов А служат такие двери хозяевам сотни лет Ну вот, а самая-самая старая-престарая дверь Которая есть на острове Занзибар Сколько ей лет? Старых очень много Есть совсем уникальные Которым по 500 лет Согласитесь, звучит неплохо Двери Гарантия 500 лет Вот смотри, очень старые двери Сколько лет? Лет 200 примерно Вы их продаете? Вот эту маленькую я готов продать примерно за 1800 долларов А большая будет стоить 2500 Вон там еще большая старая дверь В четыре с половиной тысячи долларов А сколько ей лет? Она не старая Ей всего 110 лет Тут обязательно снимать обувь Тут же и молятся Большинство жителей Занзибара мусульмане Скажите, пожалуйста, какая дверь самая дорогая из тех, которые вы видели или делали? Самые старые Самые старые – это самые дорогие По 15-20 тысяч долларов покупали Но близок и новый ценовой рекорд мистера Аль Камима Сейчас он приступает к выполнению заказа шейха из Дубаи Тот заказал эксклюзивную дверь за 25 тысяч долларов Изделия с этого частного предприятия время от времени идут на экспорт Основные клиенты – Объединенные Арабские Эмираты Оман, Саудовская Аравия Если дом уважаемого человека, дверь должна быть соответствующей Тут на нашей улице много примеров моей работы Хотите, покажу? Конечно, хотим Это ваша работа? Да, моя И вот эту тоже я делал Занзибар есть Занзибар Не только двери, но и канализационные люки Тоже красивые Даже наступать страшно Вот каким вы видите будущее Занзибара Двери останутся? И если останутся, то сколько еще сотен лет они проживут? Пока глобализация их не разрушит И не сменит на металлические современные бронированные с глазками камерами Я уверен, деревянные двери будут существовать очень-очень долго У нас наоборот, металлические меняют на деревянные На уровне правительства призывают людей Ставьте деревянные двери, берегите культуру Большое спасибо Вы настоящий фанат, с вами было очень приятно пообщаться Добро пожаловать на Занзибар Смотрите дальше Рыбалка для туристов Сотни долларов и ни одной рыбы Чунга-чанга в реальности Жуй кокосы, ешь бананы Обитаемый чудо-остров в Индийском океане Куда мы доберемся на дырявой морской маршрутке Колдун, который считает себя самым старым на планете Мне 175 лет Занзибарские мусульманки-красавицы втайне от мужей Научат нас вить веревки Будет очень весело Приятно? Да А еще мы узнаем, чей портрет носят на своих бедрах Занзибарские женщины И какое отношение этот большой человек имеет к Украине Самое интересное впереди Не переключайтесь Занзибар Это остров сокровищ Сокровищами тут называют специи Их на Занзибаре, ну, очень много Вот, например, перед нами паразит под названием ваниль Оплетает другие деревья Все, что хранится в баночках наших кухонных шкафов Тут просто растет Сейчас мы увидим, как в момент рождения выглядят любимые специи Которые мы привыкли брать с полки супермаркета уже в пакетике Кардамон Та приправа, которая делает кофе особенно ароматным Вот он, оказывается, как растет Корешки Тот самый лайм Лимон, который у нас стоит очень дорого Круглый, маленький и очень кислый Мохито из него еще делают Съешь лайм, а то чересчур довольный Но если лайм нашему человеку хоть немного знаком То его соседи по грядке кажутся очень экзотичными А вот это дерево карамболевое Это, конечно, не специя, вот она Всегда мечтал попробовать Но никогда не покупал, потому что дорого стоит довольно у нас Похожий на звездочку карамболь, кстати Чаще используют для украшения, нежели как вкусовой продукт Микс яблока и алчи Что-то среднее А вот это, дорогие друзья, дерево Которое называется синамон Высушив и измельчив вот эту кору Получают знаменитые специи масала Масала это, конечно, микс Очень большое количество специй Но вот это незаменимый основной, главный компонент А вот это, друзья, уже не специи Это называется зингафури Такой фрукт Или липстик фрукт Вещь уникальная Для женщин Смотрите, открываем Внутри Вот такие Горошины Это единственная в мире Как считают африканцы Натуральная Помада Сильно не буду Но, чтобы доказать Держится долго Кожу не раздражает Все природно, естественно Эту же природную краску Использовали Для создания своих Масок Ритуальных Индейцы Не путать с индейцами Надеюсь, она смывается А вот и черный перец Он, правда, пока еще красный Но непременно станет черным Класс Несозревший Очень вкусный Можно грызть Но лучше всего Добавлять в мясо Когда его жаришь Имбирь Который здорово Добавлять в чай Ценится, естественно, корень Вот он Гвоздика Интересно Вот древние люди Как догадались В каких целях Ее можно использовать Неужели Бросили в вино Добавили Коры, дерево Корицы И сварили глинфейн В свое время Основной доход Занзибару Приносили именно специи Потом тут Стали торговать Рабаби А сегодня Основной заработок Острова Туристы Что только Туристу тут не предлагают Дайвинг и сноркелинг Возле коралловых рифов Прогулки в гости К черепахам Экскурсионные туры По Стоунтауну А еще Рестораны Клубы Массаж Шопинг Ну и конечно же Туры на необитаемые острова И рыбалку 6.15 утра Стоунтаун Мы отправляемся Испытывать на себе Одно из самых популярных И достаточно дорогих Развлечений На острове Занзибар Это рыбалка Наш эксклюзивный рыболовный тур Мы заказали Швейцарской компанией Бош Швейцарец Оборудование Швейцарское Но подход Африканский Лодку не можем забрать Уже минут 40 За ней отправились На борту нас встречает Молодой помощник капитана Али Самого капитана Все еще нет Ждем Пока он появится И начнется Наш долгожданный тур Удовольствие Кстати не из дешевых Пол дня На вот такой рыбацкой Современной шлюпке Обойдутся вам Не меньше чем В 350 Или В 600 долларов Швейцарские технологии Вот это да Короче говоря друзья Вот она рыбалка За несколько сотен долларов Этап первый Вычерпай из лодки воду Этап второй Найди капитана На все это уходит уже Больше полутора часов Надеюсь рыбалка Когда-нибудь начнется Потому что победа Она заканчивается Все Вернулись обратно Туда Откуда и отправлялись Вот и он Вот и он Наш проснулся капитан Доброе утро Чего вы опаздываете Я проснулся Очень-очень рано И спешил Но маршрутка Дала-дала Сломалась Меня зовут Джума Я Дима Джума Джуме 40 лет Его помощник у юнги Али 26 Зарплата капитана 200 долларов в месяц Его ассистента 110 долларов Их суммарный Месячный заработок Меньше Чем стоимость Однодневного тура Эксклюзивное рыболовное Снаряжение у нас есть А вот с рыбой Не везет Два с половиной Часа болтанки На волнах безрезультатны Но рыбы нет Ничего не скажешь Тяжела работа Журналиста На острове Занзибар Клево нет Ветер сильный Говорят Еще много разных Объективных причин Но факт остается фактом Заказав рыбалку За несколько сотен долларов Вы можете ничего не поймать На удачу решаю повесить на палубе Украинский флаг Он с нами везде путешествует И в Индии рыбу ловил И еще много где был Самая большая Которую выловили Только честно Не как все рыбаки Что с вот таким глазом А вот честный размер Один раз я поймал акулу Которая весила целых 80 килограмм Рыбак Он и в Африке рыбак Преувеличить и преумножить добычу Дело чести Хотя случались в водах у Занзибара И без преувеличения уникальные уловы В 2007 году здесь поймали Полутораметрового целоканта Весом 27 килограмм Уникальная рыба Самая древняя на планете Которую считали вымершей Где-то 80 миллионов лет назад Но в 1938 году выяснилось Что вид еще существует Точно такие же особи целоканта Жили на больших глубинах 360 миллионов лет назад Что подтверждено ископаемыми Самого целоканта кстати Тоже почти официально прозвали Ископаемым Живым Ай Ничего себе Волна какая большая Вообще честно говоря Этот турболовный Первый в истории программы Мирная изданка За который мы заплатили деньги Как за туристический И он оказался самым нерезультативным Дальше капитан порекомендовал Профессиональную видеокамеру спрятать Съемку мы продолжили Любительской водонепроницаемой Лодку раскачивала так Что казалось Шансы перевернуться действительно есть Еще около часа Нас бросало на волнах Все это меньше всего Напоминало элитный отдых Коим тур естественно и позиционируется И коим является по своей стоимости И вот на горизонте Наконец показался остров Возле которого уже не штормило Остров Сэндбэнк Словно картинка из рекламы Что мужики Джамбо вам всем Красиво конечно Ничего не скажешь Награда за мучение Во время шторма Класс Жара какая Почему на необитаемом острове Мы видим так много людей Спросите вы Потому что Занзибар Место для отдыха элитного Вот эти все ребята Готовят тут прием Для какой-то итальянской компании Богатые итальянцы Организовали себе корпоратив Вот на этом острове Вечером приедут сюда Обратите внимание До Стоунтауна Совсем близко Рукой подать Красота невероятная Правда гармонию Немного нарушает палатка В которой вечером Будут звучать тосты На итальянском языке Подготовка к празднику Идет вовсю Вот так вот отдыхают Богатые туристы Вот он Кайф Таких небольших Плоских Песчаных островов Вокруг Занзибара Десятки Во время штормов Они частенько Полностью уходят Под воду А нас тем временем Зовут на обед В стоимость Дорогущего тура Он включен Посмотрим Чем кормят туриста За несколько сотен долларов Ананасы И чипсы Это все? Еще есть вода Да уж Вот чего не ожидал В элит-туре Так это вот такого обеда В Египте На любой экскурсии Которая стоит 30 долларов Меню раз в 30 разнообразнее Почувствовать себя Настоящим рыбаком Сегодня не удалось Возможно Нам просто не повезло Но мы увидели Обратную сторону Виапи рыболовных туров То, какими они могут Оказаться в реальности А не на рекламной картинке Тот случай Когда дорогое И туристическое Еще не значит Интересное и хорошее А как на Занзибаре плавают По тем же островам Обычные люди Дешево и нетуристично Об этом наш следующий сюжет Самое интересное впереди Не переключайтесь Так называемые райские острова В Индийском океане Мы с вами уже увидели А вот сегодня посмотрим Как проходит Обычная повседневная жизнь Островитян На обитаемых островах В Индийском океане Вокруг Занзибара Морская маршрутка Нас уже ждет Други далеко идти Вон та Мама, мне страшно Джамбо, джамбо, джамбо Вы капитан? Да, капитан Как вас зовут? Ватуди Ладно, забираемся Стюардесса Где моя стюардесса? Морская компания Желает вам Приятного путешествия Размещайтесь Билет стоит Тысячу шиллингов Это меньше одного доллара Да везете безопасно Не опрокинемся Не переживай Каждый день плаваем Все будет хорошо Осмотрим наше Транспортное средство Итак, лодка Примитивная Обыкновенная Сбита глазнями Плоскодонка Когда лодка Долго стоит На берегу Она рассыхается И через трещины Попадает внутрь вода Но когда мы пойдем В море Она намокнет Разбухнет Вода уже не будет попадать Так обещают По крайней мере Каждый день Каждый божий день Эта корыта Отплывает отсюда Примерно в полдень И ровно через сутки возвращается Остров, кстати Называется Тумбату Не простой остров Знаковый остров Потому что Потому что Говорят Именно С этого острова Тумбату И началось Расселение людей В парк и Пелагу Под названием Занзибар Вот обратите внимание Сюда свозятся товары С материка Основные пассажиры Это торговцы Они живут на острове А торгуют здесь На берегу Добро пожаловать К нам на корабль Так, так, так Ребята Не надо вот только Мой рюкзак давить Своим холодильником Наш рейсовый лайнер Заполняется пассажирами И грузом Идут последние Приготовления Натягивай по периметру Полиэтилен И таким образом И от солнца защита И от брызгов И себя, и товаров А вот кажется Я вижу для себя И тенек Пусти меня, мужичок В тенек Круиз практически По индийскому океану Остров Тумбату В океане есть Весь покрытый зеленью Абсолютно весь Там живут Как видите Никакие не дикарей А нормальные люди Я уверен Добрые внутри И сегодня мы в этом убедимся Главное холодильник не утопить Ребята, правда? Какие-то дивные овощи Барабан Чего здесь только нет На этой лодке Только турист на ней Явно первый раз Смотрят с интересом Качает здорово Приходится все время балансировать А барыжи А барыжи не привыкли А барыжи не привыкли Сидят и улыбаются Маршрутная шлюпка Для простых людей Действительно единственный способ Добраться до Занзибара А на материке В Даре Саламе Большинство из этих людей Не бывало ни разу в жизни Красотища тут, конечно Надо сказать, что Поездка на вот этой местной лодке Наверное, раз в 500 Дешевле и интереснее Чем вчерашняя туристическая рыбалка Мы сухие Багаж тоже сухой А вчера был кошмар просто Так, ребятушки Разойдись, бульк Вот это красотища Для нас это все картинки из рекламы А для этих людей Можно сказать Такие серые будни Хотя они, конечно Серыми не кажутся Очень даже экзотичными Пальмы, баобабы, море Супер Кстати, вместе с нами В лодке маршрутки Была и знаменитость Вот этого дедулю Знает весь Занзибар У вас будет очень хорошее И интересное путешествие Спасибо огромное Верим Его внимание к нам тут Принято считать Очень хорошим знаком Он колдун Который якобы может все Утверждает, что ему уже 175 лет от роду Живет на острове Тумбату А раз в два дня Плавает на Занзибар На работу Колдовать На приеме у дедули Мы еще побываем А пока наслаждаемся Нетронутой экзотикой Остров мусульманский Законы тут суровые Снимать не разрешают Пока мы не познакомимся Со старостой Чем дальше от пляжа Тем меньше экзотики В быту остров Ничем не отличается От любой провинциальной Рыбацкой деревушки На материке А мы тем временем Прибыли в местную администрацию Так, дорогие друзья Все оказалось очень просто Мы в доме у старости деревни И полагается записать Все свои данные в журнале И заплатить небольшой взнос Старосту деревни Зовут Мадини Мохамми Мухаммед Он своего рода Президент острова Тумбату И глава сельсовета Одноименного поселения Вот я смотрю У вас телевизор есть Откуда электричество берете? С Занзибара Каким образом? То есть По дну океана проведен кабель? Именно так А автомобильные дороги У вас тут есть? Мы используем только лодки У президента острова Дел не в проворот Он нас встретил А вот сопровождать отправил Своего рода островного Вице-президента Или премьер-министра Второго по статусу Человека на Тумбату Как вас зовут? Мадини Али Бару Очень приятно познакомиться Председатель правительства Скажите мне Почему вы в шапке? Жарко же? Ох я Просто так я красивый Остров не перестает удивлять Дома тут Это скажем так Новострое Причем не только из ракушечника А еще и пеноблоковые Пеноблоки сами делаем прямо тут Приходится покупать цемент на Занзибаре И везти сюда на той нашей лодке Да, не так я себе представлял Необитаемый Ну или обитаемый остров Может по-другому Есть тут и сельско-островной магазин Товары в который привозят На все той же дырявой лодке маршрутки Масло Лезвие Суперклей Зубные щетки Рис Джамбо Здравствуйте Обратите внимание Играют суры Корана Сразу видно, что место мусульманское Прислушайтесь Мелодично И даже сюда добралась повальная Обама-мания Интересно, а знает ли американский президент Что даже на маленьких африканских островках В Индийском океане Он для людей кумир Фонарик Барак Обама Только без батареек Не работает ваш Барак Обама Батарейки отдельно возьми Везде Барак Обама в Африке За что вы его так любите? Потому что он африканец, как и все мы Пошли мы дальше смотреть Остров Тумбату Удачи вам Хороших продаж Привет Бараку Обаме А вот это я так смотрю на школах Обратите внимание Боятся нас Боятся Не бывает здесь белых Ну что, пойдем пугать детей? Нехорошо это правда Поэтому вице-президент первый Здравствуйте, детки! Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Две компании Мальчики отдельно Девочки отдельно А что это за урок? В этом классе дети изучают Коран Коран для этих детей из дошкольной группы Вместо букваря Вот уж действительно Великая книга Именно по ней дети впервые осваивают алфавит Школа эта еще не достроена Но скоро будет не по островному капитальной Хотя детям и так хорошо Смотрите, занимались-занимались И уснули, девчонки Детки! Пока! А вот это что вы все такое делаете? Это чтобы очистить рис от шелухи Чунга-ченга Очень символично Потому что ваш остров Это практически Чунга-ченга Песенка у нас такая есть Чудо-остров, чудо-остров Жить на нем легко и просто Ешь кокосы, жуй бананы А у нас нет такой песни Зато у вас есть Чунга-ченга Песня нашего детства Мадини очень понравилась Он даже попросил научить ее петь И получилось у него ну очень неплохо Класс! Детская песня ожила буквально Чунга-ченга Синий небосвод Чунга-ченга Лето круглый год Чунга-ченга Весело живем Чунга-ченга Песенку поем Пока в голове крутится старая добрая песня Садимся на правительственный катер Им имеют право пользоваться Только островные начальники Чунга-ченга Лето круглый год Да, точно Класс! Вот что значит Скоростной транспорт Видите эти развалины Когда-то это был дом султана А вот тут была терраса Где он вечером дышал свежим воздухом Останки дворца Занзибарского султана пустуют Туристов не было и нет Островитяне придумали развалинам другое предназначение Сегодня между нами девочками Это вообще используется как туалет Обратная сторона этой красоты Это не туристический объект Туриста здесь не бывает Показали нам и останки другого дворца Здесь был дом самого первого султана Который приплыл сюда из Омана А в эти отверстия он ставил свои знамена Вы бы взяли тут кассу поставили Билеты продавали Туристов приглашали Деньги зарабатывали Почему оно пропадает все? У нас уже были тут туристы Два раза Нет, так вы денег не заработаете Это не дело Нужно ставить кассу Нужно все организовывать В путеводителях писать А так кто про ваш дворец султана из Омана знает И дырки от его знамен Никто не знает Кроме тебя И меня теперь ЮНЕСКО бы сюда До патронаты Обратите внимание Из чего сделали футбольный мяч, ребята Это мусорные пакеты Полиэтиленовые Которые перетянули веревкой Класс! Ну конечно, а где здесь достать Настоящие нормальные мячи? Этим ребятам негде достать нормальный мяч Не каждый из них бывал даже на Занзибаре До которого рукой подать Не говоря уже о материковой Танзании Это уже другая планета Мир этих людей Родной остров Тумбату О радостях и проблемах большой земли Они не знают и знать не хотят Вот, например, островитянин Альбинос Мустафа В свои 20 лет он еще ни разу в жизни Не покидал пределы острова И даже не подозревает о том, что в Танзании в это же время альбиносы Это группа риска Что его братьев убивают и калечат ради частей тела Которые используются в колдовских обрядах Ты слышал о том, какая проблема есть у, скажем, твоих коллег По особенностям организма, да? Ну, то есть людей с белым цветом кожи На материке? Нет На острове все не так, как в Танзании И фобии тоже совершенно другие Кстати, многие из жителей, скажем так, диких поселений в Африке До сих пор верят, что фотография отнимает частичку души Поэтому фотографироваться боятся Соответственно, видеокамеру тоже очень боятся О том, что происходит в другом мире На Тумбату даже не представляют Меня эти люди в первую очередь стали расспрашивать Что такое зима? Объяснить это я попытался образно, понятно и максимально доступно Я видел, вот на лодке к вам привезли холодильник или морозильник Ну, то есть у вас есть это достижение цивилизации, скажем так Да, есть Вот попробую представить, что такой большой холодильник И ты в него залез, сел И вот это твоя температура обитания Как? Нет, я бы не смог так жить А вот у нас пять месяцев в году морозильник У нас, когда холодно, мы вот такие шерстяные шапки носим, как ты С сердечком Вот поэтому мы, кстати, и поем «Чунга-чанга, лето, круглый год» Мечтаем про вечное лето А у вас это реальность Чунга-чанга, синий небосвод Чунга-чанга, лето, круглый год Чунга-чанга, весело живем Чунга-чанга, песенку поем Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко Не просто жить на нем легко и просто Чунга-чанга, наше счастье постоянно Жуй, кокосы ешь, бананы Жуй, кокосы ешь, бананы Чунга-чанга Смотрите дальше Колдун, которому 175 лет Веселые приключения в гостях у мусульманских девушек Втайне от их мужей Приятно? Да, языки эти узори Не переключайтесь, будет интересно Мы находимся в небольшой мусульманской деревушке Мкакатони Ближайшей от острова Тумбату Здесь живет и работает один из самых знаменитых знахарей в этом месте Которому то ли 120, то ли 150 лет Пойдем познакомимся Здравствуйте Как вас зовут? Дедушка серьезный Он пока занят, отвечать не может Меня зовут Шарифу Как шериф, как старейшина в этом месте Мне сказали, что вам то ли 120, то ли 150 лет Где правда? Я очень старый Я видел всех правителей этой страны Султанов и президентов Мне 175 лет 175? Да 175 лет Давайте посчитаем ваш год рождения Я школьную программу забыл Так удивился Так, наверное, 1837 год. Я не могу сказать тебе точно, в те времена даты не записывали. Да вы, батенька, рекордсмен, получается. Я думаю, в мире нет больше таких людей. Я очень плохо слышу. У меня что-то с ушами проблемы в последнее время. Я говорю, что вы рекордсмен. В мире таких людей нету, которым 175 лет. Пытаются все соседи объяснить, перевести. Да, здесь никого нет старше меня. И у вас тоже нет. Иногда я вообще не помню, какой сейчас год и сколько мне лет. Я ем и сплю, сплю и ем. Я просто живу и даже не знаю, сколько проходит времени. По мере приближения к вам ваш возраст увеличивался. Нам сначала сказали, что вам 120, потом 150. Пришли, вам уже 175. Я говорю 175, потому что точно не знаю, сколько мне. Может быть, даже больше. Хорошо, давайте какие-то искать ориентиры. У меня книжка есть с собой. И вот смотрите, история Занзибара. Например, в 1498 году вас Кадагама обнаружил дикарей. Нет, это у вас еще не было точно. В 1880 году Занзибар стал британским протекторатом. Помните? Да, здесь были англичане. В 1873 году работорговля была окончательно завершена. Вы помните этот период? Вы, туристы, ничего не знаете о нашей стране. Вы приходите, смотрите туда-сюда и уезжаете. Никто нам не помогает. Я старый человек, я даже не могу поймать сам рыбешку маленькую. Если вы не будете заботиться о стариках, знайте. Я могу за один день убрать этот остров с лица земли, читая Коран. Вот вы пришли ко мне, старику, и даже не принесли воды. Нет, я сейчас не хочу. Если вы приходите сюда, то хоть бы угостили старика. Баба Шериф пил бы чай и был бы доволен. Баба Шериф, я сейчас принесу чай, договорились? И покушать что будете? И поговорим за чайком. Нет, мне еда не нужна, мне бы денег. Сколько денег вы хотите? Современный Баба. 175 лет от рода. 5 тысяч или 10, или 20. Или 5, или 10, или 20. Воду хотите, не хотите, определитесь. Или 5, или 10. Что такое 10 тысяч? Это я только одну рыбешку куплю. Вот если 30 или 40, тогда я скажу, да, это действительно помощь. Но ваши аппетиты растут. Только что было 10, теперь уже 40. Оставь мне 50. Мне надо поехать в Мбембу, чтобы побывать у родственника на похоронах. Сразу видно, что перед нами настоящий африканец. Вот, наверное, с кого берут пример все, кто имеют отношение к туризму в Африке. Иностранца главное ободрать и облапошить. Мы, конечно же, просьбу деда отчасти выполнили. Правда, не деньгами, а продуктами с соседнего рынка. И после подарков снова вернулись к разговору на тему. Сколько вам лет? Можно я сейчас на секундочку открою компьютер, интернет, проверю, кто самый старый человек на земле? Так, баба, связь у вас тут плохая, но примерные данные есть. Смотрите, точно есть женщина, рекордсменка. Ей 122 года было. Вот, больше не зафиксировано. Есть мужчина, 114 лет. Старше меня нет никого. Под книги рекордов Гиннесса, если она смотрит нашу программу, стоит заняться вот шерифом, приехать сюда на Занзибар и проверить, сколько же ему лет. Потому что, может быть, живет самый старый человек на земле вот здесь. А никто об этом и не знает в мире. Эти люди еще не доросли до меня. Я даже в 100 лет не болел ни разу. Про семью расскажите. Вот семья, жена, дети. Нет жены? Нет никого, я совсем один. Еду готовят мне мои внуки. Раз есть внуки, значит, есть дети. Раз есть дети, значит, была жена. Скалитесь. А детей у вас сколько? Пять. У меня было больше детей, но осталось только пять. А еще есть 45 внуков. В общем, наша версия, что дед не только колдун, но еще и фантазер. Хотя земляки считают иначе. Верят, что ему больше ста и что он способен практически на все. Переходим к главному, к сверхъестественным способностям этого мага неопределенного возраста. Чем вы тут занимаетесь? Что вы пишите в своей тетрадке? Я вот пришел, вас застал за работой. Я писал заклинания и рецепт народного лекарства. Я спасаю людей, это моя работа. Я как раз изобретал такой рецепт, чтобы, например, если ты меня не любишь, то полюбил бы. Это такой приворот, чтобы заставить любить. То есть 175 лет, а все равно про любовь рецептики сочиняете? Да, я пишу на арабском такое заклинание. Посоветуйте какой-нибудь рецепт, травочки, буравочки, чтобы настроение всегда хорошее было. И все, я вас оставляю в покое, ухожу. Вы можете сделать так, чтобы этот парень каждое утро просыпался счастливый, с улыбкой? Как, с женой? Нет, чтобы он сам по себе каждый день был веселым. Как-то радость не приходит сама по себе. Я могу сделать так, чтобы он возненавидел то, что он любит. И наоборот, полюбил то, что ненавидит. Если он не любит свою жену, и она попросит меня помочь, я сделаю так, что он ее снова полюбит так сильно, что чуть не съест. Или чтобы у него был удачный бизнес. Жены у меня, признаюсь честно, нет. А вот насчет бизнеса интересно. Мы сейчас работаем в Африке. Вы можете сделать так, чтобы наша экспедиция по Африке была успешной при успешной? Интересной при интересной? Это я могу. Я могу сделать так, чтобы везде, куда вы не поехали, вас очень радостно встречали. Кая, Кая, Кая. А могу и так, чтобы с вами и разговаривать не захотели. Нет, вот то, что вы последнее сказали, это не надо. А вот идея насчет того, что нас везде будут встречать, как самых лучших друзей, мне нравится. Сделайте так, чтобы наша экспедиция по Африке прошла замечательно. Да, это я сделаю. Тебя как зовут? Меня зовут Дима. Дима. Дмитрий. Дима. А вот наше путешествие называется «Мир на изнанку». Все, я сделал так, что и богатые, и бедные все вас будут хорошо встречать. Удачи! Огромное вам спасибо. От души, от сердца. С трудом верится, что этим рукам 175 лет. Но это не важно. Вы хороший человек. К возрасту и годам эти люди относятся не так, как мы с вами. 80 или 175. Впрочем, какая разница? Счастливые островитяне часов не наблюдают, а годы не считают. Смотрите дальше. Крепкий орешек. Как из кокоса сделать кровать? И почему это так весело? И что за мужчина с украинским прошлым украшает бедра занзибарских красавиц? Самое интересное впереди. Не переключайтесь. Кокосовое производство безотходно. Орех можно выпить. Из его мякоти сделать молоко и масло. Высушенную скорлупу использовать вместо дров. Из ствола пальмы построить дом. А из листьев крышу для него. А еще головной убор и украшение для себя. В ход идет и кокосовое волокно. Не поверите, но из него в итоге может получиться очень неплохая кровать. Как? Об этом нам расскажут мусульманские красавицы. Которые очень весело и в большой компании вьют кокосовые веревки. Джамбо! Можно к вам? Да. У нас полагается сначала познакомиться. Меня зовут Дима, а вас? Фатима. Фатима, привет. Дочку твою Фатима как зовут? Шемса. Ваз, красавица. Субира. Манаишья. Казигья. Салама. Салама. Салам алейкум. Салам. Ой, мне аж не по себе. В такой красивой женской компании. Не смущайся. Из любого крепкого орешка эти барышни способны с легкостью вить веревки. Оказывается, это одно из самых распространенных кокосовых производств. Здесь работают только женщины. Но в виде исключения и для развлечения присоединиться разрешили и мне. Вот, возьми. Итак, вот скорлупа кокосовая обыкновенная. После того, как кокос выпит, его останки сохнут ровно две недели. И вот скорлупа уже готова к трансформации в веревку и кровать. Ага, просто сила рук и никакого мошенничества. Делаем такую кокосовую вату. На молекулы разорвать. Практически. Вот так вот. Дальше бьем. Я видел, как вы бьете. Зачем? Чтобы вся грязь из веревки ушла. Всякая грязь, всякая нечисть. Из веревки уходи. Вот так вот. А теперь пересаживайся туда. Ребенок, не пугайся. Не грызи пальцем. Ну а теперь самое интересное. Истинно занзибарское изобретение. Чтобы веревка, а потом и кровать своих хозяев только радовали, без женского бедра не обойтись. Ой, если я свою волосатую ногу буду катать, ничего не получится. Да, ты прав. А можно у тебя на ноге? Муж не обидится? Я взял, да? Вот. И катаю. Приятно? Массаж тебе такой. Балдеется вам обалдеет. Девчоночки, а меня мужики ваши не убьют тут? Нет, не беспокойся. Они сейчас на работе. Вечером только приедут. Аплодисменты. Аплодисменты, друзья. Моя первая веревочка. Видите, какая? О! 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 Ну, наплела ты, конечно, наплела. Смотри, сколько наплела. Можно на Калиманджаро идти. А вот, что вы с этими веревками делаете? Для чего они нужны? Для кровати. Сейчас покажу. Побежали быстрее, пока согласилась. О! О! Девчонки, мы просто посмотреть. Просто посмотреть. Вот уже и тащим. Вот она, кровать из веревок, оказывается, какая. Придумают же. То есть, раскатывая на бедре кокосовую стружку, можно получить кровать. Здорово. Кокосы – жизнь этих девчонок. И, как видите, веселая и достаточно яркая. Красочная у них и одежда. Основной элемент которой – юбка-саронг. Что-то вроде простыни, которые обивают бедра. Украшать одежду на Занзибаре принято не какими-нибудь там узорами или орнаментами, а портретами. Мужскими. Кто это у тебя такой? Что за мужик? Это Каруме. Наш бывший президент. А нынешнего президента любите? Нынешнего еще больше любит. Он самый лучший. Вот он. А вы знаете, что он учился в моей стране, в Украине? Правда? Я не знала. Тоже, кстати, украинец по-своему. К будущему президентству доктор Али Мухаммед Шейн готовился в Украине. С 1970 по 1975 года он учился в Одесском национальном университете, тогда еще государственном, где получил степень магистра в области биохимии. В это трудно поверить, но ни в одном украинском источнике, ни на одном отечественном интернет-сайте на момент выхода программы об этом факте не было ни слова. Возможно, после выхода нашей программы имя президента все-таки появится в списке знаменитых одесских выпускников. А пока о том, что один из африканских президентов учился в Украине, знают только в Африке. Мы два с половиной месяца пытались встретиться с доктором Шейном. Вспомнить студенческие годы в Украине. Несколько раз были в его администрации. Соглашались на все условия и были готовы вернуться на остров из любой точки африканской экспедиции в любой назначенный день. Но, к большому сожалению, сам президент об этом, видимо, так и не узнал. Коррупция в Танзании порой приобретает просто анекдотические формы. За то, что сведет нас с Салиму Хамед Шейном, один из близких к нему чиновников попросил взятку, внимание, в 200 долларов США. Мы, естественно, согласились, но через несколько часов сумма выросла уже до 500 долларов. Когда согласились еще раз, выросла до 800. Стало понятно, что никаких гарантий нет. И могут, говоря по-простому, кинуть и облапошить, как это принято делать в Африке с европейскими туристами. Пытались достучаться до президента официальными письмами и заявками. Но это детали. Главное, что на африканском континенте есть выпускник нашего родного украинского вуза, ставший президентом. И этим, согласитесь, можно и даже нужно гордиться. Мы кузница кадров, президентов, занзибаров. Спасибо вам за него большое. Будет нужен еще президент, обращайтесь. Девчонки, честное пионерское. С вами было очень весело. Огромное спасибо. Когда люди хорошие, то даже такая банальность, как плетение обычных веревок, может превратиться в настоящий праздник и веселье. Дорогие друзья, мы в очередной раз с вами убедились, что неинтересных мест не бывает. Вы не представляете, как много мы еще хотим и должны рассказать вам про Африку. Но на сегодня время нашей программы подошло к концу. Пора прощаться. Обещаем, что ровно через неделю мы снова встретимся и продолжим искать веселые приключения на свою голову. До свидания. В одном из следующих выпусков нашей программы мы еще вернемся на сказочный Занзибар и освоим экстремальную профессию сборщика кокосов. А в следующую субботу нас ждет знакомство с Эфиопией и поездка в одно из самых диких мест Африки – долину реки Ома, где мы несколько дней будем жить вместе с племенем Хаммер. С аборигенами будем ходить по саванне за пивом, торговать на рынке и собирать на высоких деревьях мед. И узнаем, почему мужчины Хаммер в знак любви розгами и до крови избивают своих женщин, вооруженных автоматами Калашникова. Занзибар окружают десятки подобных уроков. Зачем вы деньги засунули в рот? Они же грязные. О, куда-то еще не туда, туда не надо засовывать, нет? Человек за бортом, человек за бортом. Плывет и говорит, ты должен заплатить один доллар за съемку. Вот в этом вся Африка. Занзибар окружают десятки подобных плоских островов. А-а-а, нет, скукотища. Красиво-то красиво, а делать нечего. Будь проклят тот день, когда я решил поехать на рыбалку на Занзибаре. Шторм, шторм, на этой шлюпке. Я думал, мы перевернемся. Съемка закончена. Мир наиздагум! Мир наиздагум!